Уважаемые коллеги, большое спасибо, во-первых, за приглашение на эту уважаемую конференцию. Я уже не первый раз участвую в конференции Боевую ночь и всегда с удовольствием принимаю в ней участие. У меня тема доклада разделена на две части. Первый доклад посвящен раку молочной железы, таргетной терапии этого больных с гиперэкспрессией ХЕР-2. Как известно, актуальность проблемы в последнее время растет, связанная с тем, что повышается роль МРТ в диагностике метастатического поражения головного мозга. И благодаря успехам противопухоли и лекарственной терапии уже многие пациенты доживают до метастатического поражения головного мозга. Это больные в частности и ХЕР-позитивный брак молочной железы, и рак ему легкого с трайверными иммутациями. И к тому же во многих клинических исследованиях, которые проводятся и в мире, и в нашей стране, в качестве скрининга проводится МРТ или КТ головного мозга с контрастированием, что позволяет выявить на ранних этапах бессимптомные метастазы головного мозга. Точной статистики в нашей стране нет, к сожалению, по поводу метастатического поражения головного мозга. В США ежегодно выявляет до 300 тысяч новых случаев ежегодно метастатического поражения головного мозга. Это примерно в 10 раз больше, чем частота первичных поражения головного мозга. В нашей стране примерно до 70 тысяч ежегодно по нашим ориентировочным подсчетам новых случаев ежегодно метастазов головного мозга. Если взять структуру метастатического поражения головного мозга, то на первом месте это рак легкого, почти половина пациентов метастазами головного мозга исходно имеет рак легкого. На втором месте это рак малышей железы до 15%. Далее следует меланома, колоректальный рак, рак почки и другие вокализации. Если взять также биологию опухоли, в данном случае, если взять, допустим, рак малышей железы, в среднем частота 10-17% метастазов головного мозга. Но есть отдельные подгруппы, это больные с гиперэкспрессией HR2 или больные с странным негативным раком, эмутацией БРСИ, у них частота метастазов головного мозга достигает 50%. Какие же методы лечения мы сейчас можем использовать в лечении метастазов головного мозга? Размеса – это нейрохирургия, в случае, допустим, если солитарный или симптомный метастаз, который мешает в дальнейшем пропланированию лучевой терапии и химиотерапии. Это лучевая терапия традиционная на весь головной мозг, это стереотактическая радиохирургия и радиотерапия, и новые методы лечения, которые в последние годы активно развиваются – это химиотерапия, таргетотерапия и иммунотерапия. Какие же рекомендации сейчас и НССН, и русская, наша группа работает в русском, и мы ежегодно обновляем рекомендации и в нашей стране по лечению метастазов головного мозга. Они связаны, во-первых, и с количеством метастазов, допустим, 1-3 очага в головном мозге. В таком случае на первом этапе обсуждается или хирургия, или стереотактическая радиохирургия. Возможно, потом проведение лучевой терапии на весь головной мозг после хирургии и радиохирургии, или лучевой терапии на весь головной мозг, если невозможно, на первом этапе удалить метастаз головного мозга, если он находится в критически важных структурах, где невозможно провести и радиохирургию, допустим, в стволе головного мозга или в других важных структурах. Если более трех очагов головного мозга проводится, как правило, лучевая терапия на безголовной мозг, однако по последним данным и японским, и американским, сейчас можно облучать до 10 очагов головного мозга без снижения медианы выживаемости. Есть уже данные, которые показывают, что до 10 очагов, это новые данные, которые опубликованы и на АСКО, и данные рекомендации в Сенсиен, когда можно до 10 очагов провести радиохирургию без снижения выживаемости пациентов. Но, разумеется, главный фактор здесь – это системный контроль заболевания. То есть в том случае, если болезнь прогрессирует в других органах экстракраниально, в таком случае лучше проводить лучевую терапию на весь мозг, так как больные живут обычно менее трех месяцев. Вот это понятно, что локальная терапия является стандартом в первой рейне лечения медицинского головного мозга, но роль лекарственной терапии, к сожалению, до сих пор в мире до конца еще не изучена. И нет лекарственных препаратов, в том числе и FDA, и других в США, и других странах мира, где было бы показание для лекарственных препаратов метастатическое поражение головного мозга. Если взять шкалу прогноза RPA, то, допустим, вторая группа – это больные примерно 2-3 пациентов, у которых статус по-карновскому более 70 баллов. У них, как правило, есть метастазы в головном мозге и других органах. И у них медиана выживаемости, как правило, при проведении одной лечивотерапии не превышает 4 месяцев. То есть это 2-3 пациентов с метастазами головного мозга. Во основном больные погибают как раз от прогрессивной болезни экстракраниально. И, к сожалению, в большинстве клинических седмин до сих пор метастазы головного мозга являются критерием исключения. И поэтому как раз отсутствуют стандарты по лекарственной терапии, так как новые лекарства изучаются только у больных без метастатического поражения головного мозга. Это связано с тем, что ранее считалось, что здесь важна роль гемитоантифалического барьера, и лекарства не проникают в центральную нервную систему. Однако сейчас по последним данным уже четко известно, что при опухоли более 1 мм многие лекарственные препараты, которые не проникают в мозг при нормальной состоянии, они проникают в опухоль. И поэтому в данном случае важны размеры молекул, липофильность лекарственных препаратов. И для новых лекарственных препаратов, таких таргетных препаратов, допустим, как сунетиниб, сарафиниб, лопотиниб и других, здесь важно влияние эфлюкс-системы ЦНС, когда опухоль способна уменьшать концентрацию препаратов в центральной системе. Поэтому даже если лекарство имеет малую молекулу или высокую липофильность, все равно это еще не гарантирует, что они будут высокой концентрацией именно в опухоли и влиять на эффективность лечения в ЦНС. Если взять группу лекарств, которые представлены на этом сваде, многие из этих лекарств применяются в больных раком молочной железы. Это и токсаны, и гемцитадин, и трастузумаб, пертузумаб и другие препараты. Они, к сожалению, не проникают через гемитоэнцефалический барьер при его нормальном состоянии. То есть они не могут уменьшать профилактический риск гемитосаза в головном мозге. Она, как я сказал, уже при опухолах более 1 мм барьер нарушается, и эти лекарства, многие из них могут работать довольно эффективно. Как важная эволюция лекарственной терапии у больных с гемитосазами головного мозга. Ранее практически не использовалась в прошлом столетии. Далее изучали схемы с нейтрозопроизводными, темазоламид. Однако эти схемы лечения не показали увлечение выживаемости пациентов, так как, несмотря на то, что препараты проникают в высококонцентрации в ЦНС, они не позволяют, во-первых, достичь эффекта системно у больных, быстро прогрессирование системного заболевания, обычно в призывах 2-3 месяцев, и они быстро погибали от прогрессивной болезни. Либо в самом головном мозге эффект лечения зависит не только от того, какая концентрация лекарственных препаратов, но и от эффективности при каждом конкретном биологическом типе опухоли. И вот в последние годы, в повсеместном мире и в нашей стране мы рекомендуем применять схему лекарственной терапии в зависимости от морфологии и биологических свойств перечной опухоли. Вот, допустим, лучевой терапии при раке молочной железы. Несмотря на то, что рак молочной железы высокочастительный к лучевой терапии, до 60% полных частичных регрессий, медианная выживаемость при одной лучевой терапии не превышает 5-6 месяцев. Опять же, больные погибают от прогрессированной болезни в других органах. Поэтому необходимо проведение исследований по лекарственной терапии у этих пациентов. Если взять шкалу прогноза РПА, то она, конечно, в последнее время уже устарела. Есть уже более современная шкала, в частности для рака молочной железы. Это БРЕСТ-специфик ГПА индекс. Он показывает, что зависит прогноз болезни не только от количества метасазов в мозге, от возраста пациента и от неврологического статуса, но и от биологических факторов, таких как экспрессия ХЕР-2, эстроген, статус пациента в опухоли и другие факторы. И, допустим, если взять пациентку 45 лет, у которой есть киперспрессия ХЕР-2, 5 метасазов в головном мозге, метасазы еще в печени, в костях скелета, по шкале РПА, по старой шкале прогноз около 4-х месяцев, то есть очень низкий прогноз в отношении медиальной выживаемости. Однако вот по шкале ГПА для рака молочной железы 3,5 балла, учитывая ХЕР-позитивный статус, эстроген-позитивный, и прогноз медиальной выживаемости уже довольно хороший, более 2-х лет. Поэтому повсеместно сейчас для каждой опухоли разабатывается ГПА-индекс, для того, чтобы именно планировать лечение и прогноз в зависимости от биологического по типу опухоли. Что касается именно темы этого доклада, рака молочной железы с гиперспрессией ХЕР-2. Как известно, у больных гиперспрессией ХЕР-2 довольно высокий риск метастатического поражения головного мозга. Более половины пациентов при диссимилированном состоянии опухолевого процесса имеют риск метастазов головного мозга. И гиперспрессия ХЕР-2 определяется примерно в 20% больных раком молочной железы. Здесь у нас уже есть панель лекарственных препаратов, которые довольно эффективны в лечении системного опухолевого процесса. Это тростозумаб, лоботиниб, который действует внутриклеточно, пертузумаб, новые препараты, и тростозумаб-эптамзин. Что касается тростозумаба, который в нашей стране довольно давно уже известен, есть данные, которые показывают, что у больных раком молочной железы с метастазами головного мозга при подключении локального контроля, то есть в лучевой терапии, допустим, на весь головной мозг, добавление тростозумаба и сочетание с химиотерапией позволяет значительно увеличить медианную выживаемость пациентов. До двух лет и более пациенты могут жить в тех случаях, когда не получают тростозумаб. А если не получают медианную выживаемость, у больных херопозитивным без тростозумаба, они превышают 9 месяцев. И вот в нашей стране и в мире сейчас появились новые биоаналоги тростозумаба, что позволяет нам более расширенно использовать этот препарат, который раньше был довольно дорогостоящий у пациентов рака молочной железы. В сочетании, разумеется, с локальным контролем, то есть с лучевой терапией, радиохирургией, или в сочетании также с химиотерапией, то есть тростозумаб плюс химиотерапия. Другой вариант лечения, который сейчас мы активно используем и у нас в учреждении в Российском экологическом центре, и рекомендуем, это капстабин лопатиниб у больных рака молочной железы с пентосозами в мозге. Есть международные данные, показывающие, что у 66% больных рака молочной железы эта схема позволяет достичь полных частичных регрессий в головном мозге. И мы можем даже откладывать проведение лучевой терапии у этих пациентов, чтобы уменьшить риск когнитивных нарушений, учитывая, что эти пациенты имеют хороший прогноз более одного года медиана выживаемости. Примерно на 8 месяцев откладывается лучевая терапия на весь мозг в среднем, и медиана выживаемости, вот по этим данным, достигается на 10 месяцев. Однако, вот если взять эту же схему, и зависимость от того, когда она проводится, до лучевой терапии, это вот нижние два исследования, это наше исследование российское, вот исследование ВАДСКИ, у наших пациентов и зарубежных при проведении лечения до лучевой терапии эффективность довольно высокая, 50% и 66% с медианой выживаемости до 17,5 месяцев. А вот если проводится эта схема лечения уже после лучевой терапии, то эффективность этого схемы намного ниже. Комбинация капиталбин-прослабазениб не превышает примерно 30-38%. И время до прогрессирования от 3 до 5 месяцев. То есть здесь влияет также не только самопроведенное значение схемы лечения, но и когда она проводится до лучевой терапии, или уже после лучевой терапии на весь головной мозг. И вот клинический пример. У больной рака молочной железы она получала раньше две схемы лечения антрациклины, токсаны, тросузумаб. Довольно быстрый период, менее 6 месяцев после завершения тросузумаба, медивантного, появились множественные метастазы головного мозга. Причем с локальным вовлечением оболочек головного мозга. Размер их более 3 сантиметров. И вот учитывая, что у нее был херопозитивный статус, у пациентки, молодая женщина около 50 лет, мы назначили на первом этапе лечения капиталбин-прослабазениб. И уже после 4 курсов терапии выражена частичная регрессия. Метастазы уменьшились более чем в 3 раза. Полная регрессия в нейтрологической клинике, исчезли головные боли. Дальше больная продолжила вопотениб плюс капиталбин, схему лечения. И сейчас она живет уже более 8 лет. Из них почти 6 лет она получала схему вопотениб-капиталбин. Разумеется, отмечались тактические эффекты. В процессе лечения мы снижали дозы капиталбина вопотениб, учитывая ладонно-подушечный синдром. Отмечалась умеренная гематологическая токсичность. Однако при этом за весь период лечения не было отмечено прогрессивной болезни в других органах. И больная до сих пор живет уже более 8 лет. Сейчас она получает в связи с прогрессивной болезнью в ЦНС. Получала потом и лучевую терапию на весь головной мозг, и радиохирургию, и другие схемы лекарственной терапии, включая трассозума плюс химиотерапию. Другая схема лечения, которую мы можем использовать в больных раком молочной железы с химиотерапией, это комбинация вопотениб и трассозума плюс химиотерапия. Есть данные из Великобритании, что это схема лечения в сочетании с лучевой терапией позволяет достичь медианной выживаемости более 30 месяцев в больных раком молочной железы с поражением головного мозга. И вот это наши данные из Российского онкологического центра. Пока небольшая группа, 10 пациентов, но, как видите, две полные регрессии, шесть частичных регрессий в головном мозге. То есть 8 из 10 пациентов полной частичной регрессии в головном мозге. И также высокая эффективность экстракраниальная, шесть частичных эффектов. И медиана времени до прогрессирования составила более 1 года, 13 месяцев. То есть эта схема довольно перспективна, она может уже использоваться у больных с гиперэкспрессией ХЕР-2 при поражении головного мозга. Другие варианты лечения, которые сейчас в мире уже внедрены, и в нашей стране также включены стандарты лечения, это, в частности, пертузумаб. В исследовании Клеопатра было показано, что больные метаслазами головного мозга, которые получали пертузумаб плюс тецитаксопер и трасузумаб, то есть 2 таргетных препарата плюс химиотерапию, у них медианная выживаемость достигла 34 месяцев. Хотя преимущество есть, соединение с другой группой, которая получала плацебо вместо пертузумаба, но здесь вот разница статистически незначима, к сожалению. Разница, значимость, разница выявлена только в медиане в виде допрогрессирования ЦНС. Возможно, это связано с тем, что у многих больных были еще и бессимптомные метастазы головного мозга, и здесь пертузумаб, возможно, позволяет контролировать сочетание с химиотерапией трасузумаба в опухолю и процессе головного мозга и увеличивает время допрогрессирования в ЦНС. Другой препарат, который сейчас внедрен и в мире, и в нашей стране, это трасузумаб М-танзин, ТДМ-1 или Катилл, а иначе. И здесь вот в этом исследовании Эмилия было показано более чем двукратное увеличение медианной выживаемости. Пациенты, опять же, получали ранее лучевую терапию или радиохирургию. У всех из них был хороший локальный контроль ЦНС, но благодаря препарату ТДМ-1 у них хороший контроль также и экстракраниальная. То есть благодаря тому, что препарат позволяет увеличивать время допрогрессирования в других органах, мы увеличиваем медианную выживаемость до более чем 2 года. Однако здесь есть одна особенность. У больных, у которых не было висцеральных метастазов, не было статической разницы по медиане выживаемости этих двух схем. Каптистабин и вапотениб, это ДМ-1. Поэтому, в принципе, мы можем использовать комбинацию каптистабин и вапотениб в случаях, если у больных нет висцеральных метастазов. В таком случае медианная выживаемость примерно сравнима. И также вот время допрогрессирования в ЦНС и частота прогрессирования в ЦНС примерно одинаковая. Здесь нет разницы достоверной. Это, опять же, вот кривые, показывающие увеличение медианной выживаемости в группе, получавшей препарат ТДМ-1. Более чем в 2 раза увеличивается. Сейчас есть новые данные по изучению препарата Катилова ТДМ-1 у больных, уже получавших много схем химиотерапии, таргентерапии и даже в лучевой терапии и радиохирургию. И даже у этих пациентов достигается примерно 20-30% частичных регрессиях в головном мозге. И это у больных с плохим прогнозом, у которых практически нет шансов на длительную выживаемость. И вот здесь медиана времени для прогрессирования составила 5 месяцев. И вот если суммировать все данные, которые я представил, то в данный момент мы в нашей стране и в мире можем использовать разные варианты лечения больных хиропозитивным браком молочной железы метастазами в головном мозге. Во-первых, это доводчивая терапия, когда мы знаем, что у больных хороший прогноз, допустим, множественные метастазы в головном мозге. Здесь мы можем использовать схемы лечения капицитабин плюс вопотениб или двойная комбинация воптениб плюс трассузумаб и капицитабин. И вот эффекты более чем половины пациентов полной частичной регрессии в головном мозге, медиана выживаемости примерно полтора года и более. В дальнейшем, допустим, в случае прогрессивной болезни в сочетании с вочевой терапией или радиохирургией мы можем использовать уже другие виды лечения, варианты лечения. Это, допустим, токсанный плюс трассузумаб, пертозумаб. Это препарат ТДМ-1, опять же, в сочетании с вочевой терапией или радиохирургией, когда медиана выживаемости достигает более чем двух лет. Или менять, допустим, схему химиотерапии и продолжать трассузумаб. Тогда, опять же, больные имеют шанс прожить более чем два года. И вот уже после вочевой терапии здесь, к сожалению, наши шансы уже более ограничены. Мы можем использовать различные схемы лечения и трассузумаб, и танзин, и капсисамин плюс воплотени, однако эффективность здесь уже не такая высокая. До 30% частичных регрессий в мозге и время для прогрессивной 5 месяцев. Медианная выживаемость достигает примерно 11 месяцев. Сейчас на АСКО в этом году были опубликованы новые данные по изучению терапии больных метасазами хер-позитивного рака молочной железы в головном мозге. В частности, изучался препарат нейротиниб, это панхер-ингибитор, который блокирует и хер-1, и хер-2, и хер-4 рецепторы плюс капсистабин. И очень хорошие результаты у больных, которые даже получали в большинстве случаев лучевую терапию на весь головной мозг и были рецидивы. У них эффект этой схемы лечения почти 50%. Одногодичная выживаемость очень хороший результат. Более 60% больных прожило 1 год. И вот другая схема лечения, которая также изучалась, представлена на АСКО, это Эверолимус, Трасудума, Венарилибин. Пока небольшая группа, но опять же, много личные больные, получавшие лучевую терапию и ТДМ-1, и другие схемы таргентной терапии и радиохирургии. И контроль процессов ЦНС 66%, хотя частично рецидивность около 4% больных. И что интересно, медианной выживаемости достигло 12 месяцев. То есть, новые варианты лечения тоже позволяют значительно увеличивать медианную выживаемость и контролировать процесс центральной нервной системы. И вот в итоге, какие же новые направления в лечении метаслазов головного мозга? Во-первых, это локальное лечение, это радиохирургия, радиотерапия, которая сейчас активно внедряется, особенно больных с хорошим прогнозом. Учет терапии на весь головной мозг. Все-таки мы стараемся откладывать и на более поздний этап, с учетом риска когнитивных нарушений. И сейчас, в последние годы, активно развивается иммунотерапия, при раке и маушной жизни, пока она еще в стадии разработки и изучения. Благодарю вас за внимание. Продолжение следует...